Цены на молоко как стимул для развития перерабатывающего производства. Сегодня в республике насчитывается 86 тысяч коров. 60% из них находятся в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно в период большого молока отпускные цены на сырье резко снижаются. Обесценивается труд большого количества людей. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Эта проблема пусть и сезонного характера свойственна аграрной отрасли всей страны. И хотя средние закупочные цены почувавшие соответствуют уровню цен в субъектах ПФО, ситуация в целом это не меняет. Держать молочных коров становится невыгодно. Также были времена, когда поголовье сокращалось. В прошлом году правительство приняло свои меры. Впервые оказанная в прошлом году господдержка в виде субсидии на содержание коров позволила сохранить доход на содержание коров в сельских подворьях и остановить статистику падения. Если в предыдущие годы в республике сокращалось до 3,5% поголовья в ЛПХ, а в 2020 году этот показатель составил меньше 1%. Для повышения продуктивности коров и повышения качества молока в этом году будут сформированы 10 мобильных пунктов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Они могут развернуться на базе любого подсобного хозяйства. Еще одна проблема, усугубляющая ситуацию – недобросовестные перекупщики. Пользуясь порой безвыходным положением владельцев коров, они сбивают цены. Я бы здесь попросил активнее привлекать правоохранительные органы и по цепочке проходить. То есть здесь мы с вами должны ни в коем случае не допускать того, что мы с вами выделяем денежные средства из бюджета, поддерживаем людей, которые содержат крупный рогатый скот. А перекупщики молока, сборщики, используя эти моменты, нивелируют практически ту помощь, которую люди получают. В целях стимулирования роста закупочных цен на молоко от населения с этого года власти намерены предоставлять региональные гранты на поддержку сыроделия, возмещать до 30% на покупку оборудования по глубокой переработке молока и предоставлять субсидии на маркировку продукции. Все это позволит в долгосрочной перспективе сохранить необходимый уровень рентабельности и обеспечить доступный уровень цен на молочную продукцию для населения.